Уважаемые любители моих научных роликов, посвященных эволюции человечества! Сегодня мы с вами делаем девятый выпуск «Эволюции сегодня». Всегда же интересно рассказать вам, а что происходит вот сейчас с человечеством. То есть какие эволюционные процессы на самом деле активничают вокруг нас. Ну и в этом отношении, конечно, самое показательное и самое яркое, то, что мы видим вокруг себя, это, конечно, история с ковидлой. Ну, действительно, только по официальным данным Института Джона Гопкинса у нас 4,5 миллиона человек умерло чисто от ковида. Я думаю, что это не совсем так, поскольку есть масса проблем с отсроченной смертью, которые не учитываются как непосредственно связанные с ковидлой. Ну, а кто погиб от неё в первую очередь? В первую очередь от неё погибли, конечно, пожилые люди, отягощённые всякими сосудистыми заболеваниями. Хорошо это или плохо? Ну, смотря для кого. Для пенсионных фондов всему миру – конечно, хорошо. Вот здесь это начинает немного беспокоить. С другой стороны, очень много погибло и не только пожилых, но и старых людей, любителей здорового образа жизни, которые, так сказать, берегли себя, развивали свою иммунную систему, ухаживали своим телом, правильно питались и занимались физкультурой. Они тоже ушли в первую очередь, их огромное количество погибло из-за того, что их иммунная система, их иммунитет находился действительно в прекрасном состоянии. Но действие этого вируса как раз построено о том, чтобы организм человека начинал отторгать клетки, содержащие этот вирус, и таким образом убивал сам себя. Ну, как, например, это происходит с лёгкими, как это происходит с мозгом, когда пробивается гематоэнцефалический барьер, сам вирус в мозг не попадает, но туда приходят клетки иммунной системы, которые убивают человека довольно быстро. При этом он остаётся здоровым и по лёгким, и по сердцу, и по почкам, и по печени, и по всему остальному. То есть, иначе говоря, эволюционный процесс, связанный с этим самым вирусом, идёт очень активно и агрессивно. Вот к тому же у нас есть целенаправленное действие этого вируса. Не так давно английские медики собрали данные по почти 70 тысячам смертей у себя в королевстве и посмотрели, а кто больше всего умирает, оказалось, увы и ах, больше всего смертность среди людей, страдающих шизофренией. То есть, налицо довольно целенаправленный искусственный отбор. То есть, у нас, как известно, людей с психическими отклонениями очень много, даже среди любителей зелёного будущего. Поэтому им надо быть осторожнее, особенно с развитыми социальными контактами. Иначе можно попасть вот в этот самый чёрный список. Конечно, надо учитывать, что смертность – это своеобразная вещь, как в плохом старом анекдоте из 2020 года про двух итальянских патологоанатомов, у которых есть усопший, и молодой прибегает к старому и говорит, от чего будем хоронить? Он говорит, ну а что у нас с данными по ковиде? Говорит, как, что есть? Он говорит, ну вот от неё и будем хоронить, но у неё уже два пулевых и четыре ножевых. Ну, это не страшно. Пустим как сопутствующие. Этого тоже, надо сказать, хватает в отчётности. Поэтому доверять, особенно этим данным, не стоит. Но отсроченные проблемы со здоровьем, я думаю, что гарантированы всем. Потому что сосудистая система, к сожалению, страдает очень сильно. Ну, понятно, что было бы ситуация получше, если бы как в нашей стране, так и за рубежом не оптимизировали бы две вещи – медицину и науку. Ну, то есть не растаскивали её на бизнес-проекты. Ну, у нас это тоже было очень хорошо развито, оптимизация прямо перед самой пандемией. Удаление молекулярных биологов с биологическим образованием из медицинских учреждений, гистологов и так далее. И, к сожалению, за это никто не ответит, хотя надо было бы. Но в связи с этим нужно сказать, что искусственный отбор, то есть церебральный сорт, на котором посвящена вот у меня вот эта красненькая книжечка, выдержавшая уже три издания, он идёт очень интенсивно. Здесь базовые представления, но лучше к ним приходить после прочтения вот минимального, получения минимальных знаний о собственном мозге. Это книжка «Нищета мозга». Потом можно переходить к более сложным вещам. Так вот, процесс, собственно говоря, церебрального сортинга идёт не только с помощью заболевания. Есть масса других механизмов. Ну и это показала как раз большая семёрка. Вот её собрание такое, когда собрались как бы главы ведущих государств, показалось, что они в общем абсолютно не нужны. То есть они уже не соответствуют, они прошли планку своей некомпетентности. Всё. Ну это видно по США, там быстрее всё это происходит. Это там к власти сразу после демократов, которые хотели отменить все трамповские идеи, пришли те самые знающие люди, прошедшие уже церебральный сортинг цифрового типа, у которых с головой всё в порядке. Они опять вернулись к трамповской модели развития США. Посмотрите, кто эти молодые люди. Я, как и говорил, произойдёт всё медленно, незаметно, но неизбежно. Потому что ситуация, когда не хватает самого главного – пищи, энергии, одежды – тут уже не до накапливания разноцветных бумажек в мешках по углам в разных комнатах. Нет, тут уже речь идёт о собственном выживании. И, конечно, церебральный сортинг, то есть смена популяции чиновников неизбежна. Они, конечно, не хотят сдаваться. Ну, что, зачем же сдаваться-то? Из таких хлебных мест не уходят. Вот у нас 3 миллиона чиновников. Значит, вместе с родственниками их 10 миллионов. Естественно, они не очень хотят уходить с насиженных мест. И, конечно, их ждёт незавидная судьба, как вы понимаете. Не то, что вот прям так, как во времена французской революции, но тоже не ах. Причём это будет всё происходить незаметно. Абсолютно. И вот такие штучки, как сообщают фейковые, конечно, новости, конечно, это всё неправда. И быть такого не может, что тысячу гильотин в США закупили из Китая. Но хотя там применить их есть, где эти самые гильотинки. И тысячу штук как раз бы подошло, как говорил один французский. Революционер во времена Великой Французской революции. Насколько лучше работают муниципалитеты, если в каждом дворе на центральной площади стоит небольшая гильотина. Так что, я думаю, к этим дело может не закончиться, но близко к тому дело продвигается. Особенно после того, как сейчас начнётся организация искусственного отбора в рамках новых независимых валютных зон. Избытка ресурсов нет. Поэтому часть людей, которые представляют себе, так сказать, чиновничий проект прошлого, богатого прошлого, он, к сожалению, может пострадать. Хотя, конечно, он пострадает ещё по одной причине. Недавнешние исследования, как в Англии, так и в Китае, говорят о том, что отсроченные события, связанные с человеческой смертностью, после перенесённого заболевания, они удручающие. То есть ресурсов организма хватает на 3-5 циклов заражений, а после этого начинается смерть, ну, конечно, от других причин. И, как говорят злые учёные, может от населения планеты остаться 17%. Полтора миллиарда человек не смогут прокормить такое количество очень много кушающих чиновников. Поэтому я боюсь, что часть из них пустят на еду тоже. Ну, у нас же ведь в Африке голодают многие племена каннибалов и начинают потихоньку переходить к традиционным типам питания. предполагающих поедание человеченки. В этом отношении, конечно, в общем, чиновников куда девать есть, это же понятно. Организовав не какое-нибудь небольшое международное предприятие, можно начать поставки в голодающем каннибалам Африки таких баночек, которых будет написано, представьте себе, Куршавельский откорм или Рублёвский выгул, ну, или Средиземноморская диета. Я думаю, что это будет пользоваться большой популярностью, потому что девать-то куда-то их надо. Они же ничего не умеют делать, кроме как осваивать казённые средства. Поэтому перспективы незавидные, потому что, естественно, никто из чиновников, из бывшей системы церебрального сорта, которые отбирались в 90-е нулевые годы, конечно, сам не сдастся. Это понятно. Они будут сопротивляться до последнего и устраивать всякие безобразия, чтобы под шумок как-то спрятаться или уйти от ответственности. Поэтому, уважаемые слушатели и зрители, что можно сказать? Постарайтесь изучать фундаментальные принципы организации головного мозга, которые я излагаю в своих книгах. Там примерно в 10 раз больше, чем я рассказываю в интернете. Ну, а для утешения можно использовать календарик, ну, чтобы заглушить неприятные ощущения, которые ожидают нас в будущем. В этом отношении календарь про виски, мне кажется, очень своевременным. На этом, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. До свидания. Хорошего вам настроения, приятных напитков. И здравомыслие, поскольку здравомыслие необходимо не только при выборе сыра камамбер или сорта виски, но и просто для того, чтобы встретить следующий день, ну, или следующий год. Ну, если повезет. На этом, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok